Всем доброй ночи! Мы продолжаем следить за Северной Америкой. Это DPC, верхний дивизион. Ну и, по сути, остается совсем немного игр нам посмотреть. Для команды Quincy Crew осталось только два матча. У них все просто великолепно. Команда, ну, наверное, от которой никто не ждал такого перформанса. По крайней мере, я, потому что, ну, казалось, что есть Evil Geniuses с супернеймами, с Ice Ice Ice, который пришел из Фнати, который там показывал сверх дота, но в итоге ЕГЭ. Они, скорее всего, попадут на мажор, хотя там битва не на шутку будет. Но мы об этом попозже поговорим. Quincy Crews at Boys, Лекс Адекват. Адекват, привет! Да, всем привет, привет, Лекс. Добрый вечер или уже ночь, наверное, нашим зрителям. Действительно, матчи сегодня пройдут очень важные. Все два матча, они будут так или иначе влиять на распределение слотов на мейджор ближайший в Северной Америке. Поэтому, безусловно, выигрывать здесь надо каждому. И, действительно, Quincy Crews сейчас шансы великолепные. Но при этом надо все-таки уточнить, что у них, несмотря на то, что 5-0 по играм, а если они проиграют два оставшихся матча, то их, в принципе, и ЕГЭ, и там команда No Undying, в принципе, может обойти. И команда Set Boys может обойти при удачных раскладах. То есть им выигрывать серию хотя бы одну. Да нужно, чтобы закрепиться и получить тот самый слот на мейджор. Почему бы это не сделать прямо сейчас, прямо здесь? Тем более шансы у них хорошие, если верить нашим друзьям и GGBet. Это коэффициент на Quincy Crews на матч 1.1 и 6.21 на Set Boyss. Set Boyss идут в группе со счетом 2-3. И правильно ты говоришь, что для каждой команды очень важный матч. Я не знаю, как там по остальным регионам. В СНГ я знаю, там будут борьбы идти за топ-2, топ-3, топ-4. И за вылет, что самое главное. Потому что мы не забываем, это ведь не только проход на мажор, но и вылет из высшего дивизиона. Проблема в том, что из низшего дивизиона нельзя пройти на мажор. Ну и там призовые и много другие. Небольшая разница. Я понимаю, что 27, 28, 29, 30 тысяч долларов для команд, которые мы смотрим сейчас, это не самые большие деньги. И вспоминаю там год назад или два года назад за такие деньги, наверное, многие команды, которые сейчас играют, просто бы не играли. Но тут разыгрываются DPC. Так что Сэдбойс, им нужно побеждать обязательно. Либо в этом матче, ну либо уже в последнем матче. Против команды Fuzumers, кстати говоря, тоже противник будет у них непростой. Так что для Сэдбойс развязка этой лиги не самая простая. Ну ладно, давай к драфтам переходить. Я вижу Алхимика на первой стадии. Ребята, я думаю, не будут тут играть какую-то долгую игру. Алхимик — это не игра в лейт. Алхимик — это не игра, где ты ждешь 50-ую минуту, чтобы зайти Алхимик. Это ты набираешь пик минуты 25-30 и пытаешься игру уже завершить. Потому что Алхимик на 50-ой минуте уже не так классно себя показывает против уроу противника. Действительно, мы не видели матчи, где вот прям так классно реализовывалась бы идея с тем, что Алхимик может какие-то там аганимы подарить, что-то подобное. То есть мы знаем, что такой функционал доступен в доте, что им можно пользоваться. Но в реализации, чтобы это было эффективно в лейте, чтобы некоторые команды говорили, «Блин, Алхимик — это же в лейте круто, потому что он может там то-то, то-то, то-то. И давайте затянем в лейт игру». Вот такого или... Если было, то было очень мало. И успешных реализаций таких стратегий я не помню. Поэтому действительно стараются набрать быстрые слоты. Вот и в момент пика Алхимика, пика силы, он просто выходит и пытается выиграть игру. А вот обычно, если игра затягивается, то Алхимик уже просто уничтожается. Ну, здесь появился Вивер. Не то, чтобы я прям фанат контроля Алхимика с помощью Вивера, но он на начальной стадии, герой быстрый. Урона много, и Шикучи много дамажит на early-mid-гейме, поэтому побегать за Алхимиком, поубивать его, в принципе, теоретически можно. Да, но ненадежный Керри, конечно, очень ненадежный. Я бы не назвал его прям прямой контроль Алхимиком. Грамотно банят сетбой с при этом руты. Ясное дело, пак отлетает в начале, забанили Андерлорда. Еще из таких интересных вариантов против Вивера, Блаттикера иногда пикают. Кидаешь ультимейт, и Вивер, в итоге, нормально передвигаться не может. Но здесь просто бан в пейн. По новому патчу, как я понимаю, единственный герой, который был реально уничтожен, это Батрайдер. Все остальные герои остаются в пуле. Тот же Никс, про которого вроде как говорили многие, что да, вот он эффект брейка, имба. Но Никс все еще остается актуальным героем. А Батрайдер, ну, похоже, слишком сильно пофиксили. Как думаешь, Батрайдер? Все, конец ему? Ну, геймплей точно должен как-то измениться теперь, да. То есть, что он там, стики Напалма работают вдвое слабее, чем было раньше на нейтральных клипах. Ну, геймплей должен измениться. То есть, больше лейнинг персонаж. Может быть, теперь нельзя его использовать постоянно там в центре. Где он там быстро набирал левел, уходил там и набирал себе шмотки в лесу впоследствии. Не знаю, сложно сказать. Ну, геймплей точно поменяется. Насколько прям сильно убит герой, пока непонятно. Очевидно, что в первое время многие профессиональные команды будут избегать этого персонажа. Потому что, ну, блин, сильно понерфили. Я думаю, что кто-то все равно будет его брать. И доказывает, что он все еще конкурентоспособен. Вот он, кстати, Батрайдер в бане оказался. Ребята просто испугались, что Батрайдер может Алхимику очень сильно насолить. Я думаю, в этом была логика определенная. Появляется, тем не менее, шторм. Слушай, а может быть, Алхимика просто тогда в легкую ставим линию без профит на мид? Или так и должно было быть изначально? Может, я что-то фантазирую? Алхимик же на легкую и должен был идти. Ну, сейчас посмотрим. Что значит должен был? Да, то есть, есть два варианта. Легкая и центр. Обычно выбирают самый лучший вариант для Алхимика. Уже, когда ты видишь, как расставит героев, ребята, из Сэдбойс. Давайте подумаем. То есть, стоять либо против Мирана Тайтхантера, либо против штормоспилита в миду. Что эффективнее, что надежнее для Алхимика. Где он больше фарма себе найдет. Из-под Крепы на легкой линию Алхимика будет Инчантрас. То есть, саппорт неплохой. Возьмет Крипа, будет гонять. Более-менее. Павляется Тайни. Подозреваю, что Алхимика Керри. После пика Тайни. Да, Алхимика Керри от Явара. И Тинник стандартный для CNC в центр. Просто побегать, поразвлекать. Герой, который будет создавать Space, тот самый. Для Алхимика. Тем более, для него такие сладкие здесь персонажи. Кого не возьми. Ну, кроме Тайтхантера разве что. Цели очень легкие. Ты просто с прокастом можешь делать фраги. Но особенно там того же Вивера. Очень приятно на Тинни ловить и убивать. Да, это круто, когда у тебя Мизер убивает двух коров. Просто прокастом. Ну, там при минимальной поддержке такой, я думаю, вообще проблем не будет. Класс. Класс, да. Вивер, Шторм. Потому что они тонкие проблемы. Я уже видел много матчапов в Тинни Шторм. Там минимальные ошибки от Шторма. Там какой-то фраг при помощи Цаппорт или даже Соло фраг. И все. Шторм может настолько просесть, что Тинни Сноуболом тебя будут убивать, убивать, убивать постоянно. Хотя, скажу так. Для Шторма здесь не самая тяжелая игра. Потому что, ну, контроля-то нет реального. Сноубол – это не то. Алхимик Сколба – это не то. Получается, Дес Профит со своим Сайленсом проблема. Но и Тинни имеется главная проблема. Так что для Шторма, при удачной линии и аккуратной игре, эта игра может быть очень тяжелой. Не забываем, что Содбойс просто команда послабее. Это такой важный момент. Ну и фактор Алхимика. Если Алхимика не загнобить, если не помешать ему в будущем фармить лес, то потом этот товарищ выходит как ни крути фармом с полтора-два твоего кэрри. И будет тяжело. Ну, давайте смотреть. Содбойс за Радиант. Миссикрю за Дайр. Побежал Туск с Вардом. Там Дес Профит. Идет также на сложную Туск. Никаких фокусов. Алхимик на легкую. Болотным закупом. У ребят из Содбойс и Смоук. ВД его активирует. И можно попытаться пойти сделать фраг. Есть каска. Есть стрела. Можно прокачать гаш. Любой герой, который подставляется, умирает. Там Туск. Я даже думаю, что он Сноубол как-то нажмет. Навряд ли это ему поможет. Ну, пока у них неплохая позиция. Но они здесь, понимаете, 4 в 5 будут драться. Тини. С триграйбом. Каска. Стрела. И это фраг для Вивера. 1-0. Начинается Содбойс красиво. Ну, очевидно, так в другую сторону Квинт смотрел в этот момент. Он прям вообще не среагировал. Хотя увидел, мог увидеть персонажа, там, я не знаю, за 2 секунды до своей смерти, да? Потому что, ну, они выходили. Он был на хайграунде. Он вообще ничего не нажал, ничего не сделал. Ну, у него была третья способность прокачана, понятно. Фир ловит, кстати. Фир. Шикучи 2, Шикучи 1, Фир погибает вот так вот. Фир тоже зря сбежал. Слушай, а что он здесь забыл-то, я вот не совсем понял. Он на Шикучих побежал, там несколько ударов сделал куда-то. Руну воровать на Вивере тоже штука опасная. Ну, ладно, умер Вивер, это не так страшно. Ресурсы восстановил, что плюс сейчас быстро на линию пойдет. Нет, проблема, да, телепорт не жмет. Интересно, вот тут еще матчап в центре. Квин против ДНМ, да. Ну, очевидно, ДНМ это новичок североамериканской сцены. Причем вновь, да, ППД в поисках талантов. Вновь ППД ищет новых игроков. Как и в свое время, там буквально в 2017 году когда-то ППД нашел Квина в составе команды Dyer. И взял его потом, они подписались, стали командой Optic. Впоследствии через год поехав на International, взяв там 7-8 место. Это все вот ППД в Америке находит и раскрывает игроков с фунцалом. И вот в данной ситуации старый протеже получается ППД. Теперь новый ДНМ появился. Вот два новичка. Два, скажем так, не новичка, а открытия ППД. Вот сражаются друг против друга, чтобы доказать, кто круче. Ну, вот пока Квин сплоховал на первом моменте матча. Отдался. Ну, ничего страшного, да. То есть, бывает такое. Ты просто выходишь, он там вар куда-то хотел поставить. Или, может быть, спалить, как вард ставит противник. Это пока не критично. Но вот линия, линия. Будем смотреть. В общем-то, Тинни с Трегребом тут все должен добивать. Шторм прям поддавил серьезно. Но пока Квин справляется. Проказ, чтобы забрать двух рейнджей. И забирает все, что к нему пришло под тавр. Шторм по ресурсам просел. Но танго себе уже привез. Дальше тут путь битва за руну. Через две с половиной минуты. Потому что боталу и у того и другого мидера появится совсем скоро. Ну, ладно. Я думаю, мы к этой линии будем попозже возвращаться. Хотя, в любой момент. Может подставить за как и Тинни на Вортекс, так и Шторм на прокасты. И там очень быстрая бут смерть. Каска на Тузко полетела. Вообще, легендарная, да, линия у Сэдбои с легкой. Я думаю, об этом уже говорили не раз. Сейчас Фир и ППД вместе оказались. Кто бы мог подумать, что это может произойти в 2021 году. Но вот ребята, которые карьеру заканчивали. По-моему, ППД это не раз делал. Они снова возвращаются. Они снова пытаются играть. Но не знаю. Я не знаю насчет того, насколько это круто, не круто. Что старички пытаются. Особенно Фир. Насколько много старичков остается на позиции кэрри в 2021 году. Ты вот спец, наверное, вспомнишь. Особенно, наверное, в Китае. Да, есть какие-то имена, которые остаются в Китае. На позиции кэрри там с 2013-2012. Старше там годов. Ну, я недавно преисполнился в своем сознании, когда увидел Бернинга на кэрри в одном миксе. Которые просто на рофл турнир залетели. Вот такое тоже иногда бывает. Вообще, немного. Вообще, это редкий случай сейчас. То, чтобы прямо именно на кэрри катали какие-то старые-старые известные имена. Неймы, так сказать. Ну, линия PPD эфир, конечно, действительно такая. Для Америки, так это точно линия, которую будут смотреть, я не знаю, 80% всех зрителей, я уверен, будут приходить просто на матчи с AdBoys. Для того, чтобы вот просто поставить камеру на PPD эфир, вот на эту линию, и просто смотреть, как они будут действовать. Потому что опыта у этих игроков хоть отбавляй. Скилла, ну, понятно, что, может быть, стало поменьше, чем в лучшие годы, там, у того же Фира и PPD, но все равно что-то помнят. А руки-то помнят. Ну, и постараются тут как-то наиграть себе победу на линии. Ну, причем, ладно, есть Лелис, наверное, мы в старички записывать не будем. То МСС вполне себе такой тоже конкурентоспособный в плане древности, да. Игрок тоже, в принципе, может еще многое рассказать в этой PPD и Фиру. Он, конечно, менее звездный с точки зрения именно завоеваний за свою карьеру, вот. Но все равно олдовый, олдовый способный, талантный. Ну, и что у нас за 3 минуты 30 секунд произошло? Шторм ушел на базу после схватки с Тиней. Тиней там просто реген был дополнительный, он восстановился. А вот Шторм ушел, ну, чуть-чуть крипов потерял. Наверное, одну пачку белым пропустить. Не критично, сейчас будут руны, а вот если здесь еще и Тиней повезет, Тиней может просто дать Эвеланч. Тиней не подходит, он готов здесь драться. И руна, ах, спамница, ускорение, не повезло Шторму. С этой руной тут можно и убивать. Ускорение нажал, побежал, там тоснул под тавер этого Шторма легко. Пришел Туск, ну, руну в любом случае, ребята, контролили это, несомненно. Мирана погибает на топе, до этого была смертная энчантрас, алхимик. Без хп остается, но к нему, кто к нему, ничего не приезжает, да, Суларинг только, он улетает на базу. Тиней в центре, на Шторм Спирита, тоснул, подходит МСС, точнее, возвращается в центральный коридор. ДНМ понимает, что нужно сражаться до конца, вариантов на эскейп у него нет, он погибает, пивается. Квин, хорошо, разыграли этот момент. И на топе классно все сделали, потому что они воспользовались отсутствием одного героя, там, да, временно, пока они друг от друга оторвались. Стоитхантер и Мирана смогли сделать убийство, в центре разыграли этот хейст, то есть, прям, круто, так, на нюансах, в принципе, и там, и там преуспели, так что, большие молодцы. Да, алхимик там какое-то время не пофармил, отбегал назад, но линию он точно не проиграл, а по надфорсу, ну, сейчас, под эксид спрей, вот, под первую пассивку уходит в лес, делает себе стак. Так, мы знаем, алхимик свой наберет всегда, снизу драку. Ну, будет ли размен, тут закатывается, но это уже суицидный закат, потому что Маледикт висит, хотя стики, нет, уж, никак не выжить. Разменяли саппортами, Death Profit идет дальше, вивер кучи, скоро появится, можно и повоевать немного, но нужно быть аккуратнее, там все же Swarm плюс Сифон в два. С невидимости выйдет вивер и будет неприятная новость, тут Сифоном успевает Death Profit нажать по виверу, в итоге вивер отдает частично своего хп, но у него рейндроп, Magic Wand, поэтому никаких проблем. ВД сюда приходит еще с Hell and Self, фир восполняет себе полностью хп. В общем, пока не такое уж плохое начало для Сэдбойс, не считая проблемы на центре. И эта проблема достаточно серьезная, потому что Тинни, он ведь герой, который не пойдет фармить там 20 минут, он сейчас будет бегать по карте и убивать. Ему даже этот блиндайгер не обязательно получать, что просто выходить с третьим эваланчем, выдавать проказ. Но об этом мы на стадии драфта говорили. Контроль руны, руна не спавнится, Мирана получает проказ и умирает. Трегрэбом просто выкидывает дерево в последний момент Синни, получает для себя второй враг. Руна контролируется, это Реген, Шторма, идет Туск, что не сделать здесь? Шторм будет с Регеном, с ним можно пойти лес пофармить. Очень важный такой макро момент, пытается как-то вот Кату сохранить Квинт, сейчас у нее осталось очень мало здоровья, но тем не менее Ката жива. И энчантра совмещалась с своим крипом. Ой, а что тут у нас? Ребята из Сидбойс не забрали одну баунти. Ну вот, все старания снизу, которые были, они там руну как раз в войне забирали, у них было 2 на 1, все было прекрасно. Но вот четвертый руна, последний оставшийся, почему-то из Сидбойс не законтролили, так это все под алхимика. Алхимик, правда, на топе умирает. Странно, Шторм вернулся на линию, да? Казалось бы, в лесу он чувствует себя комфортно, а на линии вот как-то тяжеловато ему уже. Который раз я вижу, как он приходит, либо он умирает, как сейчас, либо у него мало хп остается. На центре атака на Шторма. Летит Торнадо. Вот дикокрыло, Шторм улетает на всю ману, надо Ботлом немножко отпиваться. Отпивается Ботлом, живет на 100 хп, но это снова на базу. Надо топать. Снова теряет время, снова теряет очень много опыта на линии. Что там по уровню? Ну да, Тени Седьмой, Шторм берет Шестой. Разница в один уровень. Мирана душит, вот, вот это уже хорошо. Алхимик на линии тяжело фармить, идти надо в лесу ему мешать. Но Мирана делает, ворует больших крипов. Красота, Снайкинг прям разваливает от души. Лучше только заблочить еще несколько спаунов, но пока до этого руки не доходят. Снизу тоже какой-то экшен намечается. ТП ДНМ сделал именно на нижнюю линию. Поставили Сентрик и... Ну, как-то мы все прочитали, ребята. Из Квинсикрио спокойно оттягивается. Еще и пачка крипов подпушила линию. И по итогу там ничего не получится. А Квин у нас находит Снайкинга в лесу. Пытается помочь как раз Явару, чтобы он спокойно попармил Снайкинг. Лип. А понимает, что Тени все потратил. Да, нет спаунов, чтобы сбить ТП. Так что не получится здесь убить наглую Мирану. Но прогнать получился самое важное. Хозяйствует Му на верхней линии. У него есть Худов Дефайнс. Кто-то должен приходить на топ постоянно вышку заезжать. Вот так просто Тавара давать не хочется. Вот Алхимика, думаю, из тех же соображений на топ и приходил. Чтобы кинуть ксет спрей. Как-то не дать запушить быстро вышку сопернику. Погиб. Но Тавара-то стоит, мы видим. Тот самый маневр, который зачастую делают большинство команд. Когда играет за Рейдер, ты пытаешься вверх и вышку конкретно сломать. Пока не осуществляется. Даже с таким толстым Тайтхантером. Но пока опять керановато говорить. Девятая минута все еще может произойти. 5-4 в целом преимущества по экономике мы видим к Винтикрю нет. Как это должно быть по идее с игрой, где есть Алхимик. Алхимик сам не сильно отрывается по фарму. Так что сутбой с больших трудностей пока нет. Опасно. Бегает Квинн, стрела мимо. И попала стрела, да. Была бы стрела в цель, то все было бы круто. Тинни на фейзах, старый дроп. Барит на топе тоже. А вот на топе должен умирать Тайтхантер. Ревейджа у него нет. Сноубол срабатывает. Так, Тим, шарды. Подходят сюда энчантерс. Тут еще и гарпия летает. И Деспрофит рядом оказывается. Не знаю, будет ли сейчас Деспрофит идти своей команды пушить. Потому что экзорцизм-то можно нажимать. И прямо идти вгрызаться в башню. Но пока Тинни врывается на Мирану. Мирана уходит на своем последнем липе. Разворачивается. Это, возможно, ошибка. Снэйкинг, тэк Тим. Замедление подходит энчантерс. Дополнительное замедление от энчанта. Вешается урна. И фраг готов на Миране. Гарпия, по-моему, просто плюнула. И фраг для энчи. Экзорцизм активируем на миде. Ну, вот это мув даже поинтереснее. Могли пойти боковую линию попушить. Но это не так круто, как забрать мид. Вся та минута. Башня падает. Ну, Тайд, Тайд пришел здесь и все. Он сказал, ребята, меня не пройти так просто. Я с ходом. Левел 7. Реведж у меня есть. Но, значит, другая теперь. Контекрю. Баунти руны за контролем, да? Потому что 10-ая минута близится. Они так вот чужую территорию оккупировали. Там встали. Стрела летит на всякий случай. И баунти здесь. Сэтбойс одну снизу. Отжали. Алхимик видит еще одну баунти. Но ливер, конечно, подшикучий. Просто быстрее. Алхимику должен уходить. Круто, круто, ребята. Это работает максимально не давать Алхимику фармить. Я не могу, правда, сказать, что это на 100% получается. Но за последние 2 минуты он добил 6 крипов. Это почти все крипы лесные. Поэтому такой себе результат. Я вижу Алхимика с Крюкбаем, с Арадиком. Я хочу заметить, что последние полгода, ну, крайне редко покупает Рэддинс. В пользу Бутлфюри обычно Алхимики выходят. Приятно очень слот. И по ману регену, и по урону. И собирается, что самое крутое. Намного проще. Лайморчик взял, Персик взял. У тебя статы какие-то, ты фармишь быстрее. А так пока Алхимик бегает с 2к нетворса. 2к дополнительных денег. Нетворса у него, конечно, побольше. И когда появится этот Радик, но он явно будет не тайминговый. То есть тайминги будут плохие. Ну, Рэдинс здесь, как минимум, добавляет проблем Виверов, как Керри, да? Потому что, так, в основном, за тем, что происходит в центре, тут нападение какое-то жесткое на Лелеса. Настолько жесткое, что Лелес даже не почувствовал его. А вот Вивер. Вивер погибает. Так, к этому вопросу мы еще вернемся. Минус энчатрос, один в один размен. В пиди. Зажимают его в шарды. МСС, Квин. Ну, из пиди сейчас они будут играть в лесочке в темном. Пару ударов. Подкинули, подбросили, убили. Так вот, у Вивера какие проблемы? Во-первых, вот так вот убивают. Хочется какую-то линку БКБ. Ну, защитный слон. Во-вторых, появится Рейдианс. Как мы Алхимика будем бить? Ну, не будем же мы его пытаться убивать с помощью Шикучи до потери пульса, нажимая там кнопочку С, да? Ну, или там W, да? Кто играет на Легаси. Не, на Легаси. Надо бить с руки. Чтобы бить с руки, пробить Рейдианс. То есть, нужно покупать какой-то МКБ. И сразу же, вот вроде бы, только начало игры, а у Вивера уже куча проблем по сборкам. Ну, сам герой такой. Он требует защиты. Он требует... Теперь будет требовать слотов на то, чтобы пробивать Алхимика. И зачастую прямо это слишком много денег, которые нужно из-за того, чтобы получить непонятно откуда. Нападение на топе, кстати. А где телепорты? Странно, тут можно было бы воевать. Боевим, боевим, боевим. Ребята будто не верят, что они могут его убить. Боятся, что сейчас много будет телепортов. Но таки добивают. Сюда подходит Туск. Вивера поймать будет проблематично. Тайтхантер жирноват. Чтобы там Туск выходил, а даже с панчем под тактимом убивал. Рядом Тинни. А Тинни с Блингдайгером, то уже вот это новость. Проказ по тайтхантеру. Детектим, панч. И Тайтхантера прикончили. Да, блинг на 13-е. Это было неожиданно. Руны иллюзии есть. Сноубол блестяще сыграно. Можно контратаковать. Шторм почти без ресурсов. Но и Тинни. Тинни проказ появился. Хорошо. Надо нажимать. Проказ есть. Посмертный. Посмертный проказ. Шторм погибает. Это самое приятное. Экзорцизм. ТП. Запутался. Он не видел, может быть, или он запутался реально? Он запутался. Он нажал на ППД и герой развернулся, потому что прохода не было. Не домикрил, короче, здесь. Наверное, без профи. Ну, прикольно. Мы на самом деле доиграли, конечно, Тинни и Таск. Там вдвоем против четверых просто до конца. Я не знаю. Они максимум использовали возможности своих героев. Они там про их похоронили. Просто потому что очень четкий сноубол. Только потому что Тинни успел развернуться, дать касты перед смертью. Все получилось невероятно круто. И это все, друзья, это спейс для Ябара. Потому что они умирали не зря. Они эти размены устраивали не просто так. Все для того, чтобы просто от Алхимика отстали. Чтобы Ябар, наконец, там, в минуте десятый получил пространство, где бы его не трогали. И вот, пожалуйста, как это сказывается очень сильно на Нетворсе. 7200. Экономика его растет. Растет и общеэкономическое превосходство команды, в принципе, говорю, в том числе за счет Алхимиков. Но снизу будет драка. Там куча телепортов. Зашли быстро Тинни. Пытаются запрещать великолепную. Есть райвейдж. Может быть нажать. Не жалеть. Райвейдж пошел. Сноубол. Тинни под Маледиктом. Тяжело будет выжить. Живет долго. Выдают какой-то урон. Шторма убили. Уже размин получается мидера на мидера. Ну и МСС здесь стики нажимает. На кнопок больше нет. Все в холдауне. Но ты правильно говоришь. Что предыдущая драка, что это? Главный исход. Это фарма Алхимика. Но все остальное. Ну можно конечно посмотреть. Можно это обсудить. Но спейс для Алхимика гигантский. Просто вспомните первые там 8 минут. Его гоняли в лесу. Его пытались убивать на линии. Один раз даже убили. А в итоге. Ну да. Это не идеальные тайминги. Да. Это там не 12 минута. Но окей. Это 15 минута. Рецепт сейчас будет купен. Алхимика будет фармить все быстрее. Не обязательно. И скорее всего не будет Алхимика выходить с этим радиенсом драться. Можно еще пофармить. Можно там Блэкинг Бар какой-то прикупить вторым слотом. И в таком случае вообще. Сенжин Яша. Да. Классно. Учитывая, что сейчас не так много в доте вариантов, как можно получить статус резист. Учитывая, что Сатаник. Ну, стали намного реже покупать. Как ни крути, Сатаник появляется намного реже. Раньше это была каждая игра. Атака на Тайтхантера. Тос есть. Стрела полетела. Тинис снова выворачивается. Телепорт тут же сноубол. Тут же активируется. И Тайтхантера убивают уже третий раз. Хотя он такой, ну, плотненький. Ху. Тут сейчас медальюрм появился. Фейзы. Брони много. Но тяжело. Алхимик взрывает сам себя. Но атака не закончена. Четыре. Четыре баунтируемые забирают Сатбой за смерть Тайтхантера. Это хороший муф. Это прям очень хороший макро маневр, который они сделали. Тайтхантер выменял на себя внимание всех героев Квинс и Крю. Ну, почти всех четверых, да. И в это время Сатбойс просто заняли точки. 15 минуты и забрали все баунти. Ну, хотя бы так будем бороться против алхимик. Хотя бы баунтоса не отдавать. Тоже хорошо. Там вард стоит. Ой, там вард. И куда же ты прыгаешь? Миран и Абланч Тос. По твоим еще и по Сайленс ДП. Минус Шторм Спирит. Снэйкинг при этом выживает. Но, конечно же, важнее цель была именно Шторма убить. Хорошее убийство. Ой, как тяжело Шторм Спириту играть против, казалось бы, одного Сайленса. И то он там еще особо-то и не вкачан. Там сколько? Три секунды всего лишь. Но раз покупает орки, то дальше придется уже БКБ брать. Я не уверен, что есть смысл Юл покупать вторым слотом. Может быть, вот реально уже брать БКБ. Алхимик. Видит его. Радик работает. Миссы прокают. Врывает от тени. Фулл прокаст. Вивер. Таймлапс нажимает. Но вы видели. Прям немножко не хватило. Чуть-чуть. Чуть-чуть бы туда урона влить. Может быть, какие-то шарды залетели. Этого бы уже хватило. Дабы Вивер отправился в таверну. Активирует он тут же Смоук. После вот этого вот контратаки от Квинси Крю. Могут. Доктор. Но Монлайт заканчивает. Дешевый фраг. Доктор сейчас себя может просто продать. Доктор, да. Продает себя. Но при этом спасает Вивера. По крайней мере, пока он жив. Но Фиир. Ой. Насколько тут все опасно. Прячется за елочкой. Его находят. Нет ультимейта. Фиир. Или он находит. Да. Хороший вопрос. Блинк. И все. Уже не нажать. Нужна помощь команды. Команда подходит. Синь жирноват. 2 кгп почти. Хочется сшилось. Там есть реведж. Хочется ли драться так по реведжу? Мы идем вперед. Но команда и тражеская вся тут. Это прекрасно понимает. Алхимикс получает импетусы. Кстати, болезненные. Вот из Витжи. И на этот момент заканчивается. Проблема Штром Спирит, как и проблема Вивера. Да, вот ты говорил о том, что вроде не так много контроля на него. Но на самом деле тут даже одного из этих контролей хватает. То есть ты в драке допускаешь шуку. Получаешь либо колбу, либо прокасткини, либо саленс дп одного из этого. Или сноубол даже, да, с фалороспанчем. И ты уже от этого просто не уходишь. Потому что у тебя особой выживаемости нет. Немножко урона долетит в эти касты, в эти контроли. И ДНМ умрет. И то же самое у Вивера. И правильно ты говоришь, то есть нужны артефакты там вторым слотом. Чуть ли не БКБшки сразу тому и другому. Но хочется ведь айтемов и на урон взять. Иначе просто не пробьют. И это дилемма. И это прям темп, который нереально нужно круто поддерживать. В плане появления шмоток. И не получается это сделать. Ни у ДНМа на самом деле, ни у Фира. Потому что когда они самые лучшие, у них очень много смертей. И быть конкурентно способными сейчас очень трудно. Хорошо, у Тейдхартера есть треведж, мы под них можем потратиться. И то не факт, что это обеспечит нам выгоду, но так вообще не факт. Снова колба от Алхимика в землю. Он закидывается, точнее, самого в себя. Шторм купил Оркет. Ну давай смотреть. Вот он Оркет на 19. Шторм полетел. Врыв на Тинни. Реведж попадает под двум героям. Атака на Тинни только от Шторма. И урона очень мало. Его не хватает. Мирану уходит. Неужели вообще никто не умрет? Но МСС ему прям очень больно. Колба полетела и Вивер. Вивер максимально далеко отходит. Деспрофит с Сайленсом. Сайленс пока не закидывается. Маледик на Алхимике. Алхимик ультимейт подключает. Только сейчас погибает Токетинни. Ну и Мирана продолжает бегать в мунлайт со своей команды. Там хороша. Он воюет. Деспрофит еще умудряется забашить несколько раз. И плохо добили Тинни. Не сразу. Но размен 1-0. Выбили у противника экзорцизм. Но потратили реведж, правда. Ну ладно. Это, в общем, логичный исход. Отдали реведж и убили Тинни. Нехорошо. Ну, более-менее драка, да. Удалось как-то растянуть команду Квинти Крю. Они разбежались в разные точки, где Тинни в итоге подставился. За драку, кстати, 2 Сайленса использовал Шторм Спирит. Первый раз неудачно. Тинни не убил. Со второго Сайленса справился. То есть прошел КД Оркида. За время вот и беготни вокруг центрального коридора. Забавный был такой момент. Ну, Квинти Крю выменили реведж. Что сейчас понимают, что, наверное, драку принимать будет намного проще в ближайшее время. Есть Си, та самая, от алхимика, да. То есть он сразу после Рейдинса и обидел, ставил Блокинг Барр. Но как-то более классическим продолжением этом билда считается все-таки Сэн Джин Яши в начале. Ее и собрал. На Му нападает. Му отрезан. Его теперь никто не боится. Минуту нет реведжа. Легкое убийство. Ну и алхимик в другой части карты, конечно, уже лес зачищает. У него там есть глубокий вард, которым он может работать. А его команда, конечно, в поисках следующих каких-то жертв. И что-то может быть на руне. Руна, правда, уже пропадает. МСС не успевает. Тиние обремном взрывается. Блинк не отдал избивать. Спирит Вассел на Тиние. Подходит ВД. Маледиктен попадет. Дезвард нажмет. Тут любого можно убивать. Сайланс на Тузко. И Тузко выможено, ребята, продать. Минус туфтик. Как-то пока Квинсикрю очень аккуратно играют. Алхимик. Сказать, что активничает. Заметьте. 17 фрагов у команды Квинсикрю. Алхимик сделал два. С ассистом и собственным убийством. Ну, прям совсем не густ в процентном соотношении. Притом все остальные герои, но участвуют. Там и Яльча, и Тиние. Ну, все, все, что я буду перечислять. Все активны. Ну, так и должно быть, наверное. Потом, в какой-то момент времени Алхимик может сделать Рэмбодж. Придем так. Когда наберет себе свои слоты. БКБ появится. После БКБ можно и БСЛ смело тарить в этой игре. И, в принципе, это будет тот самый пик сил Алхимиков, с которым нужно будет уже идти и все драки принимать. Уже с участием Алхимик. Уже при непосредственном его движении вперед, при непосредственном колом от него даже, да, в какой-то степени он должен будет играть на себя, блядь. Так. Ну, а Сатбойс все еще проявляют признаки активности. То есть они... Ну, мы играем с позиции силы против Алхимика. Мы, во всяком случае, стараемся это делать. Занимаем какие-то глубокие позы. И это вот сейчас треугольник вражеский. Тут никого нет. Аккуратней, что я действительно к Интеркью. Стараются по одному не лезть лишний раз. Собирают информацию. Ну, сейчас, правда, таск может подставиться. Хотя телепорт на Некрономиконе. Интересно. На Некрономиконе, на первом слотном от МСС. Если не завтра ДПС определяет, то реводж по троим, господа. Что это за мутка, инсекрет? Какой-то легкий реводж. А парни просто решили подойти все вместе к реводжу. Не, ну, наверное, можно еще несколько раз так поошибаться. Может быть, и раз пять, и раз шесть. Учитывая, что он прикольный, да? То есть сама идея. Вот таск, который купил Некрономиконе, чтобы на него, на эти Некрономиконе летело ДП. И она такая, знаешь, была супермобильная. Это как с лишак с траволами, да? Который везде преуспевает. Такая же ДП отпушивает. Там что-то прилетает в драку. Вот только они как-то все это скомбинировали. Прямо под Тайтхантера, не имея БКБшек. И не задоджили там каким-то идеальным сноубболом. Ну, действительно, право на шутбока есть. Но для сетбойства прям то, что было нужно. Они искали безоговорочно выигранного файта. Они его получили. Сейчас, правда, будет отметка. Тиннис ДД очень серьезный. Получил орки в подкат. Ходит шторма. Хватит для контроля на него. Кстати, его Алхимик уничтожает. Мирана на липах должна уходить. Там через хайграунд убегать вниз. Ну, минус 2 за блокимбара Алхимика. Прекрасно. Можно идти тут же на Рошана под экзорцизм вместе со спреем. Минус брони хватит прям с запасом, чтобы на Рошана добить. Вот то, о чем я говорил, да? Один контроль на одного из коров. И этого хватает. Вивер что получил? Прокат Тинни. Окей, до свидания. Что получил Шторм Спирит? Сноубол и Валерас Панч. До свидания. Два керри, два контроля, два героя, которые их просто уничтожили. Фактически. И пока не будет шмоток на защиту. Это такая участь Шторм Спирита и Вивера. А шмоток на защиту нет. Сайленс у одного, я имею ввиду Шторм Спирита. Музи, кстати, хорошо ушел. А у Вивер, ну, Вивер даже не покупает себе славу. То есть, Вивер все, что хочет взять себе, это жир в скаде. То есть, он не берет себе ни линку, ни БКБ. И для него любой Сайленс Дэс Профит. Ну, все те самые нюки, они будут повторяться. Они все еще будут максимально против Вивера эффективны. Просто максимально. Даже колбочка алхимика, которую ты можешь драки получить, он тебя просто не оставит. Бага колбовый отрасл нету, но закинул только что в сам себя, потому что Сайленс был от ДП, если колбас сейчас появился, этого Вивера могли уничтожить. Шторм полетел, пытается добить инчу. Не так уж это и просто, светлячки работают. Стики активированы. Панчи на развороте еще и пытаются убить Сфира. Вивер вроде как успел нажать кнопки, уходит. МСС не ставил, после Валерас Панчи снова Болл не дал. Ну, как так-то? Это же должен был быть максимальный контроль продолжительный, чтобы не дал таймлэпс Вивер. А в итоге таймлэпс был использован и фраг не сделал. Ну, ладно, ладно. Это не такая большая проблема. Давай, Трансфиру повезло. Они даже хотят убить ДП. ДП, стики есть. Реведж давать неохота. Ну, и ему не придется. Жук висит. Вивер видит, где ДП. И Шикуми вместе со Штормом добивают. 9000 перевеса, Аквинси Крю, Алхимик, Блинкдаггер, дальше Кераса, уровень 18. Уже третий ультимейт. Очень такой важный момент. Ну, а тут, к выжидании третьих некров, можно будет палить героев невидимости. Тут их, знаете, может быть в какой-то момент 5. Что, реведж остается? Не знаю, насколько тут драться хотят ребята. Аквинси Крю выбрали просто удобную для себя позицию. Если кто-то вдруг зашел бы поставить какие-то варды, тут же бы приняли. Герои нажимают смоук. Алхимик с Аегисом еще целых 3 минуты. Вивер, вивер, шикучи, вивер, шикучи, вивер. Не, 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 тут никак. Минус вивер. Для него это четвертая смерть. И, как адекват уже отметил, никаких артефактов для того, чтобы там кабан нажать. Ну, юл, ладно, юл, на вивере не купишь. Короче, только скади будет у него такой артефакт для выживания. Больше. Чир, да. Ну, тут прям, знаешь, даже уже не скади хочется, а вот сатаник Тараску тогда уж. Если же мы говорим про жир, да, про то, чтобы тебя не лишили всего здоровья за контроль. Тогда это вот такие могущественные слоты, которые дают много сил и много именно хп. Ну, скади отчасти, конечно, выполняет эту функцию, но только отчасти. Полностью тебе все здоровье не даст. Необходимое для того, чтобы пережить атаку. Поэтому, да, ну вот, увидели, победили. Тут, конечно, еще и тайминги такие классные получились. Хороший смок от Квинса Крю, плюс Варда, гениальный, который стоит просто. Они видели все телодвижения вивера. Там еще, на самом деле, и Сентрик стоял. То есть, вивер был как на ладони, шансов пути у него просто не было. Поэтому, все удачно получилось. В тени забирает ДД, за это его пытается му перехватить. Квин в бутылку ДД засунул и уйти. БКБ собирает ДП, БКБ, а химика есть БКБ, а у тени будет БКБ. Просто побольше Блокинбаров, игнорируем реведжи, стрелы, какие-то каски. Чтобы комфортно в драке быть. А Радианта игнорирует Блокинбара. Ну, их дело, конечно. Дело, ну, посмотрим, как они в будущих драках будут себя просто чувствовать, как они будут передвигаться. Вторая некра уже мутуз. Слушай, мы тоже интересно. Мне тоже интересно, что они будут делать вот в драках 5 на 5 без БКБ. Потому что я вижу, что даже Шторм не собирается после Саленса БКБ покупать. То есть это стандартный выход, там, Бладстоун какой-то. Ривер купит Скади. Окей, допустим, прикинем, что будут какие-то Бладстоуны, будут Скади. Вот драка начнется. Мне просто жутко интересно, как вот они в драке собираются кнопки нажимать. Как у них получится, вот там, как-то раскатить соберника, да, разматить. Тиньи врывается, вот это Шторм. Это был Шторм. О, какой геймплей, да, еще можно ожидать. Тут другому никак. Мирана успевает уйти на центре Тайтхантера, видит Тайтхантер, успевает. Последний момент нажать блинк. Скрыться. Алхимика. Ты видишь, что я вар делал? Я вар понимал, что Тайтхантер сейчас упрыгнет. И прыгал, получается, дальше. Куда-то в сторону фонтана, да, фактически, сэтбойс. Но Муэта тоже понял. И прыгнул не назад, а вбок в лес. То есть Квинова перехитрить не смог. И Муэта здесь чуть лучше прогадал что-то. Врыв на Мирану. Мирана без липов ее убивает. Вивер в Сайленсе уже нет, но под дастами. Тусик может с шардами классно проход перекрыть. Шарды пошли. Сноуболл докатывается! Да, казалось, что вивер быстрее, но нет. Шарик туско дошел до вивера. И вивер в таверне. Пятый раз за карту. Алхимик уже приближается по всихонечку базе. Но не сейчас. Не сейчас, чуть попозже. Надо забрать еще Т2 на миде. Башня поважнее. Кираса у алхимика. Можно толкать мид. Дальше я писал. Ну, классика, классика. В этом случае тут уже форм даже с Блэкинг Баром будет умирать просто от Эбисела. Ну и в будущем баши. Скорость атаки у алхимика запредельная. Куикене чарм выпадает. Можно отдать ДП. Что, собственно, и делается. Ну, наверное, тут уже тяжело что-то делать. Станцы какие-то есть, но против такого алхимика. Только если его убьют там за все станы, и тогда драка реально. Шансы у Сэдхой сбудут. В остальном, очень я сомневаюсь. Ну, в разок убили алхимика, но это был лейнинг, мы помним. Только на лейнинге его забирали. После этого неподъем оставался я в Арлисов для вражеской команды. Залетели быстро, убили Мирану. Еще остается колба, ДНМ. Вот только был лайтнингом куда-то в сторону. В сторону Т2-вышки. Развели на боку алхимика, кстати. Малой крови он даже разбили, только смертью Мирану. Все равно приятного не очень много. Ситуация критическая такая. Тяжела в плане камбэка. В плане понимания того, что делать вообще. Но пока не сдаются. Самое главное. Нравится мне то, что я вар. Я понаблюдал за ним какое-то время. Он прям, ну знаешь, ми крит до последнего. То есть чувствует, что игра, конечно, делает хорошо, но при этом вот от себя делает максимум. Снизу на палец, один задержался. То есть, в чем это проявляется? Атака, ну, понятно. Без шансов. То есть просто без шансов. Это скади, конечно. Я не знаю. Я не отобрел. Вот. Нажимал бомбрейс. Вот у нее сейчас появились паучьи лапки. До этого был бомбрейс. Но все время бомбрейс переключал там на интеллект, чтобы дать эксид спрей. Ну, ты понял, такие вещи, да? То есть вот доигрывал до конца каждый момент спармом, каждый момент драки. Сейчас у него, посмотрим, будет пользоваться паучьими лапками. Так, атака на му. Я вар. Делец просветили. Ой. Погодя, просветка спросилась, что ли? Как ощущение было? Видимо, да. Ему просто убежал в невидимости. Прикольно. Надо уже гем покупать сегодня до сих пор с таким перевесом. Да, 3-й экран класс, но не всегда не будут доступны, не всегда будут. Ктини с Блэкин Баром. Получает стрелу. И... БКБ? Парни. Команда, нет. Убивает шторма. Очень жирный. 26 брони. Нет. Добили. Нет, нет, нет. Но будут мстить. Будут мстить. Сейчас Мирану будут убивать. Мирана в Сайлентсе. Сайлентс заканчивается, но встанье оказывается от Сноубола. Неплохо, конечно. Все же Тинни убили. Это хорошие деньги. Там высокий уровень. Опа. Дэдхонтер. Понял, что лучше уйти. Тотом Рэйдж вроде был, но как-то опасно было. Алхимик бежит в спину с ультимейтом. Скол бы, если что. Вивер. И заканчивается, уходит на безопасное расстояние. Ну, а Алхимия говорит, в общем, можно просто и попушить. Катапульта подъезжает. Не вижу никакого пуша. Ребята решили пока не спешить. Хотя могли. Могли. Алхимик мог нажать ультимейт. Могли бы башню без проблем погрызть. Без шторма нападения от Сидбойс. Просто нереально. 19 тысяч перевес. Много денег в Алхимике. Алхимик почти все готов. Свив Блинк. Эбисол. Этот Эбисол девать тоже вопрос хороший. Фейзы. Ну, понятно. Фейзы можно продать. Купить Аганим Шарт, кстати, тоже прикольная вещь. Ну, отчасти функции Эбисола перекрывают возможности Блинка. Ну, с точки зрения маневренности. Да, если тебе в драке нужно дойти до соперника. На первых парах покупаешь Блинк. Через колбочку прыгаешь и встанешь. Потом через Эбисол можно поменять будет. Ну, Блинк, конечно, сейчас менять уже не будет. Потому что будет Аркейн Блинк. Даже не Аркейн, а Свив, да, будет покупать. Свив, Свив, конечно. В этом плане Блинк, конечно, хорош. До появления вот этих супер Блинк Даггеров. Вообще Блинки перестали видеть на коров. Ну, потому что проще купить Эбисол. Ты тоже можешь как-то на героя прыгнуть. И Блинк стоит дешево, дает. Еще не дает, по сути, да, никаких слов. А вот Свив, Блинк тут, конечно, поинтереснее. Все. Алхимик вот реально готов на 100%. Энчантрс. Очки подключает. ХП много. Там атака сверху на Тузка. Да, что здесь заканчивается. Некра убивает Шторм. Чуть-чуть бы можно было его добить. Хотя еще не вечер. Где там Алхимик? Алхимик приближается. Обрывается на Миран. Он дешево. Можно еще побежал. Алхимик просто бешеный. МС-730 на Спайдер Лекс. Выходит в спину. Алхимик с плохим баром. Не нажимает. Пока получает реведж. Но Яварна столько жирный. Что даже под станами они не могут его убить. Вообще не страдает Алхимик. Колба очередная. Ну и благо, что умирают пока только саппорта. Хотя, смотрю, принимают от Фивера. Разумеется, не может Фир нажать тайм-лапс. Как-то выиграть время. Но нет, Алхимик неубиваемый. Вы сами прекрасно видели. Под станы вроде как поймали. А урона толком-то и нет. Грустная игра получается. Можно ломать базу. Глиф. Глиф можно нажать в ответ. Засейвить крипов. Если тут прям очень хочется. Никто не жмёт. Тинни врывается так глубоко. Даёт тост на Тайтхантера. Бояться нечего. Он всё равно без Раваги. Пошёл, пошёл. Явар пейт, пейт. Ручками работаем, работаем. Байбэк. Отпич Доктора. Наглый Алхимик. А снять БКБшки-то нет. Но паучьи лапки есть. Стрела не попадает от Снэйкинга. Тинни второй волной. Я с тобой Тайтхантер не закончил. Говорит Квин. И спокойно добирает. А вот после этого убийства уже запушить-то, конечно, бараки хочется. Не знаю, Байбэк от Тайтхантера можно, в принципе, использовать. Ну, не ясно. Тут вот вроде ещё и терёмся. Вроде и хотим дефить. С другой стороны уже игре хочется написать. Ну, таки отдают бараки. Да, отойдут к Квинти Крю. Ну, циквинти Крю. Соперник даже... Вот вроде бы, да, осталась одна игра из двух, где нужно выиграть, и ты поедешь на мейджор. Ну, вроде не так, чтобы, да, предрасполагать тому, чтобы выкладываться на 100% в каждой карте. Но стараются. Для них это скорее больше принципиальный матч, потому что я думаю, что... Помимо того, чтобы играть ЕГ, есть ещё такая, знаешь, важная задача обыграть чемпионов мира. Фира, ППД. То есть каждый из команд в этом регионе хочется этот стак. Ну, такой наглый стак старичков, которые тысячу раз заканчивали карьеру, просто взять и обыграть хочется. Вот. Ну, и многим командам это уже удавалось сделать. Напомню, статистика 2-3. У Сэдбой, если я там посчитал, у них на самом деле нет шанса поехать на мажор. Они только борются за то, чтобы остаться в линии. Вот ты, Мирану Сален слоу-краунда. Дальше колбочка летит. Моу, получается. Нравит же нет, да. И ничего не может этот хантер сделать. И может как-то остановить всю эту атаку. Неплохие каски летают. Ведь Штоктер, правда, не может поставить никакой дезвард. ВД убивают без байбека, и Вивер также без байбека. Он просто закупился на все. Давненько уже Фир ничего не покупал после скадиона. Деньги не появляются и вовсе. Мирана убегает на липах, но тут тяжело. Тяжело как-то драться. Реведж неплохо, но по урону, что Алхимик, почти еще немножко и добьют. Сноубол. Сноубол полетел на фонтан. Алхимик, ну да, бьют, добьют его. Но ценой чего? Так, какого? Ценой чего? Ценой всей команды Сетбой. Остается один шторм после байбека. Выкупается Алхимик. И полетел. Полетел. Травела, правда, не купить. Все, шторм заканчивается. Ну, разобрались тут без Алхимика во второй части драки. Шикарный был реведж, но уже постфактум, где этот реведж уже мало чем помог. Вот, знаешь, возвращаясь к драфтам, да. Ну вот, вот, вот поэтому мне не нравится вивер, как он торпегал с химикой. Ну вот поэтому не нравится. Ну просто потому, что, ну а как играть в доту? Контрят, Саленси, отстанет. Ну, прям неприятно. 3-8-9 об этом и говорить. Не могу сказать, что фир действовал как-то ужасно, да. То есть он выполнял свои базовые функции вивера. Бегал, старался держать позиционку. Ну а какую позиционку ты будешь держать, если тебя любой станк казнит просто. Вот. Что-нибудь понадежнее хотелось, наверное, увидеть. Хотели сыграть быстро, там, прикольно, как-то Шторм, Вибер, побегать, Мирана, Вич, Доктор. Не вышло, Квентикры были впереди. Ну, я даже не буду, ребят, ни за что винить. Алхимик появился. С Алхимиком всегда есть несколько героев в доте. Вот Алхимик, Тинкер, Брудмазер, Течис. Обстоятельства которых должны меняться, да. Против этих героев должны играть совершенно в другую доту. Ну и центральная линия, она, наверное, была решающей. Мы видели этого Тинни, который, ну, просто уничтожил та шторма. Не один. Там, конечно, блестящая работа от МСС. Он приходил на ганге. Ну и после этого Тинни бегал, убивал. Ни одного Блэкинг Бара Сэдбойс не купили. Видели, да. То есть единственный эскейп-артефакт у команды Сэдбойс. Единственный. Это Юл. Больше никто вообще не купил артефакта для того, чтобы как-то обороняться. Ну, хуто от Айдхантера я особо таким предметом считать не могу. 1-0. Пока закономерная победа к Винсикрю, как и ожидалось. И в шаге они от попадания на мажор уже гарантированно. Мы ждем вторую карту и через минуты к 10 вернемся и через минуту к 10 вернемся к Винсикрю. Спасибо.